Всем привет! Я снова к вам вернулся. Надеюсь, что вы все в порядке. Я вам всем этого желаю. У меня, как всегда, для вас новый выпуск, и вы знаете, что с ним делать правильно. Смотреть от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. И, конечно же, в процессе активнее принимайте участие, оставляйте свои комментарии, не меньше семи слов. Чем больше, тем лучше. Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. И, конечно, оставляйте лайки, сердечки, вподобайки. Я вам всем желаю хорошего самочувствия, прекрасного настроения, приятного просмотра. Погнали по новостям. Начну я сегодня с Юрия Шевчука. Он недавно давал концерт в Дубае, в Арабских Эмиратах. И он прямо со сцены заговорил о революции. Что именно он имел в виду, я, если честно, не до конца понял. Я вам включу прямую его речь. Но после его этих заявлений, теперь его проверяют по статье. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит уголовное дело, а также запрет на въезд и концерты в Арабских Эмиратах. По крайней мере, такие сейчас новости. Ребят, ну, давайте так. Я вам включаю, вы слушайте, оставляйте свои комментарии, а мы сразу двигаемся дальше. Есть две концепции исторические. Ну, как шутят историки, профессиональные. Первая концепция — это то, что всё было вначале хорошо, а потом всё хорошее заканчивается полной хернёй. А вторая концепция, что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения и вам предлагаю. Эта концепция вывозит, вывозит, друзья мои, вывозит. Поехали, ара! Андрей Губин не теряет надежды всё-таки найти спутницу своей жизни. Он недавно заявил, что иногда ходит по улице, смотрит на мимо проходящих девушек, женщин и любуется ими. Они ему очень нравятся. А ещё очень он мечтает завести детей. Хочется, но от любимой женщины не хочет никаких вот этих суррогатных мам и так далее. Цитирую. Если вам не комфортно, то никакие эротические мероприятия не сможете устраивать. В общем, он поделился с журналистом, что всё-таки не теряет надежды и хочет завести семью, любимую женщину и детей. Давайте все ему этого и пожелаем. Опи Голдберг призналась, что у неё были большие проблемы с запрещенкой, что в принципе меня не удивляет. Я так понимаю, что там вообще нет ни одного человека, кто бы не мог пройти через это всё. Значит, она написала мемуары, в которых подробно рассказала, что в молодости серьёзно на этом деле сидела. Не будем уточнять, что. Ютюб не любит, но вы поняли, что. Она часто бывала на вечеринках в домах больших продюсеров, где гостей встречали. Как вы понимаете, с сахарной пудрой и не только. На столах всё это было разложено. Как говорится, дорога дальняя и вперёд к успеху. Сначала ей казалось, что всё может быть безопасным, пока однажды она не проснулась в панике, что под кроватью сидит какой-то монстр, который там хватает, как только она встанет и так далее. Но это галлюцинации были. Когда она сутки пролежала в постели. Запрещенка стала серьёзно влиять на её психику. И не только на её. Я вас предупреждаю, она влияет на психику любого человека, кто бы там ни был в себе уверен на 100%. В общем, много разных случаев было. Она поняла, что с этим срочно нужно заканчивать. И это прекрасно. Прошла реабилитацию, почистила круг друзей и стала отказываться от вечеринок, где ей могли бы что-то предложить. Просто я хотела жить. Так она сказала. И мы очень рады, что она через это прошла достойно. Очень плохо, что проходило, но слава богу, что справилась. Поэтому, ребят, помните, что любая запрещенка и алкоголь, особенно в большом количестве регулярном, это всё не нужно. Это всё влияет очень негативно на вашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Прекрасные новости для фанатов Джоан Роулинг. Она собирается написать ещё по меньшей мере 6 книг. Одну она уже пишет прямо сейчас. Следующие две будут о детективе Кармаране Страйке. Истории совершенно новые. Про Гарри Поттера больше никаких книг не будет. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что там всё логически и прекрасно завершилось. Так что, ребята, все, кто любит Джоан Роулинг, совсем скоро выйдет её одна книжечка, а потом ещё пять. А как вам первый лайнер с нудистами, который будет уже уходить в плавание в 25-м году? Всё это произойдёт из Майами. От гостей потребуется соблюдать ряд правил. На корабле нужно одеваться в столовых и расстилать полотенце перед бассейном. Также запрещены публичные ласки, обнажение перед другими судами в порту, фетишистская одежда и съёмка пассажиров без их согласия. Цены на каюту начинаются примерно от 2000 долларов и до 35 тысяч за виллу с тремя спальнями. Вот такой вот прекрасный, забавный лайнер с нудистами, на который вы можете приобрести билеты, если вы предпочитаете таким образом отдыхать. Ничего плохого в этом не вижу. Каждому своё. У меня тоже есть знакомые, которые любят ходить на такие пляжи. Я не люблю, поэтому, ну, вот так вот. Каждый из нас живёт по-разному. А это вообще восторг. Обычная домработница в Таиланде унаследовала почти 3 миллионов долларов. И это не шутка, это правда. Это всё и досталось от своей начальницы. В общем, французская бизнесвумен отправила сама себя на тот свет, узнав о том, что она серьёзно больна. Она оставила своей домработнице крупное состояние. Это очень большие деньги, почти 3 миллиона долларов, машины и, конечно же, котиков. Домработница также получила деньги на её похороны. Она уже заявила, что собирается сохранить вилу. И автомобили оставлены ей в наследство. Очень жаль, что, конечно, женщина не стала даже пытаться как-то бороться. Я понимаю, что психика у всех своя. Но, видите, неожиданно. Не родственникам, а своей домработнице. Рэпер Экзибит сообщил о возрождении. Помните, такое было легендарное шоу «Тачка на прокачку». Это всё было на MTV. Кто ещё помнит этот канал? Он выложил в интернете фото с автомобилем и надписью. Пришло время вернуться к кастомизации тачек. На снимке также указана дата. 9 мая 2024 год. То есть, совсем скоро. Никаких подробностей больше нет. Но я так понимаю, что легендарное шоу «Тачка на прокачку». «Тачки на прокачку», простите. Скоро снова возвращаются на MTV. А «Доджо Кэт» недавно появилась на публике в простыне. С ней, кстати, в компании всегда практически бывает Гурам Глассалия. Это брат Демны Глассалия, который руководит Баленсияго. Но сейчас не о нём. В общем, о чём я хотел сказать. Вы знаете, когда у меня спросят, кто такая «Доджо Кэт», конечно, я понимаю, что она вроде как певица. Ни одной песни я её не знаю. Но знаю только то, что она всё время пытается как-то эпатировать публику своими интересными, скажем так, нарядами экстравагантными. Ну, знаете, когда, как говорится, нечем больше брать, наверное, приходится именно так. Но вообще, конечно, сейчас такое время. Чем больше кринжа, тем ты популярнее. Поэтому, конечно, не все следует тенденция сегодняшнего настроения. И ничего им не остаётся делать, как вот так вот выглядеть. Наверное, она хочет поконкурировать с Бьянкой Цензори. Посмотрела и поняла, столько внимания ей надо, наверное, и мне таким образом тоже одеваться. Ну, то есть, практически ходить без одежды. Если вы посмотрите на все наряды до Джекет, то вы поймёте, что там один веселее другого. Я вам говорил, что совсем скоро уже стартует Мэтт Галла в этом году. Но он ещё не начался, а скандалы уже происходят. Представляете, итальянца Эудженио Косниги, который сопровождал Кайли Дженнер в прошлом году на Мэтт Галла, его уволили. Представляете, прямо в преддверии Бала Института Костюмов. Но вы никогда в жизни не подумаете, по какой причине. А всё потому, что он был слишком красив. Вот такая вот причина, ребята, это шок. Якобы он чуть ли не затмил саму Кайли Дженнер на дорожке, это никуда не годится. Он должен был держать её сумку, поправлять платье, а в итоге притянул всё внимание на себя. Ну и, в общем, его уволили. Вот так бывает. За красоту приходится тоже платить. Так, ну что у нас тут? Леонардо Ди Каприо и его 25-летняя девушка Витория Чарути вместе веселятся, и у них всё хорошо. Мы уже об этом говорили. Но я хочу сказать о другом, потому что мне тут сообщили, что на самом деле уже не Витория Чарути у него. Появилась новая пассия, которой 19 лет. То есть сейчас уже начинают его немножечко упрекать в том, что он чем старше становится, тем моложе его девушки. Хотя многие сейчас снова будут писать о том, что он нетрадиционной ориентацией. Ребята, я не в курсе, свечу не держал, ничего не могу об этом сказать. Но то, что у него девушка одна моложе другой, это факт. Так что совсем скоро появится в СМИ информация о том, что у него уже не 25-летняя Витория Чарути, а какая-то 19-летняя девушка. Ну что ж. Неожиданно скандал. Внезапно Андрей Кончаловский оказался мерзким и ужасным женоненавистником. Да, 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 вот такие заявления сделала, знаете кто? Актриса Эмили Блант. Вам не послышалось? У которой золотой глобус, она номинантка на Оскар. Это же она снималась в легендарном фильме «Дьявол носит Прадо». И в опенгеймере она снималась. Если вы не смотрели этих два фильма, обязательно посмотрите. Если кто-то не знал, где-то лет 20 назад, в 19, Эмили Блант пробовалась на роли в фильме Кончаловского «Лев зимой», который снимался в США. И вот что она говорит. Цитирую. Он был очень жесток на прослушивании и любил меня сбить с толку. Атмосфера была очень женоненавистнической. Я помню, что была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнил этот опыт. Это было так ужасно. Чувствуешь себя ничтожеством в такой момент. Я должна просто сказать, что он был мерзким, действительно ужасным. А ты не всегда оказываешься достаточно стойким. Подобное отношение задевает твои чувства. Поэтому актеры иногда ощущают себя как в окопах. Обычно я готова к подобным вещам. В качестве актера ты должен быть готов держать удар. Но та ситуация была для меня чем-то вроде дна. Вот такие вот воспоминания у Эмили Блант про Андрея Кончаловского. Но она там не снималась по итогу в этом фильме, но пробы проходила. Сын Николаса Кейча жестоко отмутузил родную мать, представляете, модель Кристину Фултон. Он поссорился со своей мамой в ее доме. Ей 56 лет. Он быстро перешел слов к делу. Ну и в общем пошел на нее в рукопаш. Ну что для меня вообще, если честно, это шок. Он сбежал сразу после всей этой ситуации. Известно, что мама и сын постоянно конфликтовали. Он ранее лежал в психушке после драки с бывшим тренером. Что касается самого Николаса Кейча, то он сейчас женат на Рико Щебати, которая младше его на 30 лет. В общем, вот такая вот история. Это грустно. Знаете, одно дело не общаться, другое дело, когда происходит вообще вот такое вот рукоприкладство. Это шок. Я себе даже в кошмарном сне такое представить не могу. А Тейлор Свифт оказывается родственница французского короля Людовика XIV. Голубую кровь Тейлор Свифт обнаружила генеалогическое исследование портала. Об этом пишут СМИ. Значит, Тейлор Свифт приходится восьмиюродной сестрой Людовику XIV в одиннадцатом поколении. Прадед короля в восьмом поколении английский аристократ Джон де Лаполь, у которого был брат Уильям. Его прямая правнучка в девятнадцатом поколении Тейлор Свифт. Ну и в общем, СМИ пишут, что Людовик XIV был известен как король солнца. И по сей день является самым долгоживущим монархом в мире. Вот почему она такая талантливая. Теперь все понятно. У нее голубые крови от родственников знаменитых передались. Теперь все логически у нас сложилось в один замечательный пазл. Все отлично, все прекрасно. Оказывается, Бритни Спирс и ее отсидевший бойфренд четыре месяца назад разгромили номер в гостинице Лас-Вегаса во время очередной ссоры. Тогда она билась в истерике, кидалась вещами и так далее. За это все происходящее потом ей пришлось выложить десятки тысяч долларов, чтобы это все, как говорится, замяли. Ну и вот недавно вы знаете, что снова история какая-то повторилась в другом уже отеле. И у них роман реально происходит. У него криминальное прошлое. Вот что сейчас в ее жизни творится, можно только предполагать. Сейчас столько версий гуляет. Она говорит, что это все мама. Она заказала, чтобы ее там куда-то упечь, опять, я так понимаю, в психиатрическое отделение. Бритни, напомню, сейчас сама несет ответственность за свою жизнь. Она вышла из-под опеки своего отца, вырвалась из своей семьи, уже успела выйти замуж и развестись. Но вот как-то все это грустно и печально. Парень у нее, конечно, стрёмно однозначно. Не знаю, что будет дальше, ребята. Можно только гадать. Надеюсь, что ничего плохого не случится. Я не знаю, кто там смотрел шоу «Маска». Оказывается, уже пятый сезон прошел. Боже, как время летит. Значит, коротко, да, там до финала дошли «Змей Горыныч», «Бабочка», «Кот» и «Енот». Первым снял свою маску «Горыныч». В «Змее» прятались юмористы из Comedy Club Дмитрий Сорокин, Зураб, Матуа и Андрей Аверин. Третье место заняла «Бабочка», в ней оказалась Люся Чеботина. Но, когда решался вопрос, кто же выиграет, «Кот» или «Енот», Азу Бедросовну Киркоров, председатель жюри, выбрал «Енота». А знаете, это очень интересно, потому что под маской «Кота», оказывается, скрывалась Ани Лорак. Я не знал, что она принимает участие в этом шоу, поскольку я его не смотрю. И вот тут вот очень удивительно. Но то, что он ее узнал, это, наверное, 100%. Мне кажется, там уже все, наверное, к финалу поняли, кто там. Почему же Киркоров не отдает первое место Ани Лорак, а выделяет его «Еноту»? А, кстати, под «Енотом» спряталась «Севиль», которая «Артикастя». Ну, в общем, я не понимаю, эта группа вообще существует или нет. В общем, «Севиль» победила, Ани Лорак на втором месте, она была под маской «Кота». Я думаю, что это было сделано целенаправленно, потому что все прекрасно понимают, что Киркоров и Ани Лорак они друзья, кумовья. И если вдруг он бы выбрал ей первое место, отдал бы ей, да, то тогда, наверное, был бы очередной повод Киркорова опять захейтить. Хотя ему, по-моему, не привыкать в его жизни, это уже норма. И поэтому таким образом он решил, а пусть будет второе место. Я думаю, для Ани Лорак вообще это, наверное, не особо была радостная идея там участвовать. Напомню, что у Ани Лорак иногда нет выхода, ей приходится где-то участвовать, куда-то ездить выступать, для того, чтобы иметь крышу над головой в виде влиятельных людей, таких как Песков и всех остальных, чтобы потом не было проблем. Не знаю, не смотрел шоу «Маска». Кто смотрел, делите своими впечатлениями, согласны вы с победительницей или нет. Том Хэнкс и Рита Уилсон на днях отметили 36-ю годовщину со дня свадьбы. Представляете, в 1988 году они еще поженились. Супер! Замечательная пара. Том Хэнкс вообще это легенда в мире кино, я считаю, один из лучших, один из самых гениальных актеров. По моему личному мнению, не знаю, как вы, я, кстати, недавно смотрел фильм, где в главной роли был Том Хэнкс и Мэрил Стрип. А называется он «Секретное досье». Если вы вдруг не видели этот фильм на реальных событиях, по-моему, я вам рекомендую посмотреть, раз уже мы говорим про Тома Хэнкса. Ну а мы желаем, чтобы и 56, и 106 лет вместе они так же счастливо праздновали, а мы их поздравляли. Мэловин так конкретно прошелся по Солохе. Если кто-то не знает, есть такая певица Солоха, потому что она не очень лестно, она высказалась про загадочную и популярную на сегодняшний день певицу Клавдию Петровну. Мы о ней уже много раз говорили, мы уже все знаем, что это Соломия у прыжку. Ну совсем скоро, я думаю, эта загадка уйдет. Но суть сейчас не об этом. Солоха вдруг сказала, что она, ну ни о чем вообще, она назвала ее «кунякою с одним трюком», «куняко с одним трюком». Я, если честно, тоже не совсем понимаю, зачем она так говорит. Если народу нравится, люди раскупили на ее концерт в Палате Спорта, на первый ее сольный концерт в Большом Палате Спорта, за день, за сутки или за двое суток разобрали, сколько там, 8-7 тысяч билетов, что второй Палат Спорта пришлось делать. Ну люди хотят, людям нравится. Зависть или что? Ну и в общем Мэловин вышел на связь, говорит, всем привет, я тут в Европе, как обычно, поддерживаю Украину, от имени Украины на Евровидении. И вот я услышал, что Солоха там такого наговорила на Клавдию Петровну, а вот посмотрел я на европейских артистов, и какая у них все-таки прекрасная культура и ментальность, они друг друга любят, уважают, поддерживают, а у нас только завидуют и постоянно друг на друга гадости льют. И это правда, я согласен с Мэловином абсолютно, потому что жаба и зависть это такая сильная штука, которая, видимо, как-то сидит у людей, у наших, я не могу это объяснить, но об этом мы еще поговорим потом в болталке. Так что вот так вот, Мэловин защитил Клавдию Петровну и сказал Солохе, хорэ завидовать. Энтони Хопкинс сыграет роль композитора Георга Фридриха Генделя. Режиссером Король Ковенгарден выступил Эндрю Левитас, который снимал Великого с Джонни Деппом. В общем, новый фильм расскажет о том, как в 1741 году Гендель работал над своим шедевром Ораторием Массия. Создатели этого фильма называют свой проект мощным, и еще бы с таким-то актером. В прокате он осенью 25-го года выходит. Я обожаю Энтони Хопкинса, это тоже один из величайших актеров. Я вообще смотрю на эту, вот знаете, взрослое поколение актеров, эту, как там говорят, старую гвардию, мне становится немного не по себе, когда я вот не вижу, не вижу, не то чтобы замен, замен никому нельзя найти. Появляются просто другие. Я не люблю, когда говорят, вот где мне замена, зачем кого-то заменять? Это просто история и все. На смену приходят другие, более молодые, да, понятное дело, и начинается все по-новому. Но они тоже должны привнести какую-то, не знаю, свою лепту, как-то произвести впечатление. Но вот сегодня из молодого поколения я не вижу пока что вот таких, вот как Энтони Хопкинс. Возможно, еще очень юны, и со временем они раскроются. Они очень неплохие, естественно, классные актеры, но Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, конечно, Джонни Депп, понимаете, это сложно, это сложно их переплюнуть. Ну а прямо сейчас я сделаю небольшую паузу, чтобы, во-первых, вы смогли поставить мне лайк, сердечко в подобайку, обязательно. Ребят, не забудьте это сделать. Конечно же, я хочу вам всем сказать огромное спасибо за то, что вы приходите, смотрите, не забывайте. Я надеюсь, что Пасха прошла, и сейчас более активно люди будут врываться снова на YouTube, а то как-то на прошлой неделе было заметно хорошо, что все ушли готовиться к Пасхе. Так что, ребят, не забывайте, я тут работаю, мне ваша поддержка очень важна. В виде просмотров, в виде лайков, подписки на мой канал, и, конечно, при возможности и желании, оформляйте спонсорскую подписку или поддерживайте меня любым удобным для вас способом. Ну а сегодня я хочу снова поблагодарить спонсоров, которые есть на моем канале. Все эти прекрасные, замечательные люди являются спонсорами моего канала. Я вам хочу сказать от всей души дякую. Я ваше добро точно никогда не забуду. Это не просто слова, и пусть все к вам возвращается в миллиард раз больше. У Багирка ми суперзвезда, это второй уровень. Отдельное спасибо. И каждому, кто вот недавно тоже присоединился, я говорю огромнейшее спасибо. Не переживайте. Если я вдруг кого-то там забыл, вы мне об этом обязательно скажете. Я буду каждый день понемножечку знакомить с прекрасными, замечательными людьми, которые в это непростое время все-таки нашли возможности и желания меня поддержать. Я вам всем говорю большое спасибо. Ну а прямо сейчас вы поставили лайк. Спасибо. Возвращаемся к новостям. Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала, что ее мужу будут делать серьезную операцию на сердце. Как она говорит, ему уже давно нужна была эта операция, но ее уговоры на Виктора Павлика вообще никак не действовали. Он отказывался категорически от операции. Убедить его удалось врачу одной из киевских больниц. Он связался с Виктором Павликом, объяснил всю серьезность ситуации. Возможно, уже операция даже и прошла, либо в процессе, в любом случае. Мы желаем, чтобы все прошло успешно и все было хорошо. Ничего плохого я никогда не могу пожелать, даже тем людям, которых я, допустим, там не уважаю и так далее. Ну, в любом случае, пусть все пройдет замечательно. Ева Мендес в недавнем интервью рассказала о том, как ее критиковали за позднее материнство. У Евы Мендес, которой, как вы знаете, недавно исполнилось 50 лет, есть две дочери от Райана Гослинга, они счастливы в браке, 9-летняя Смиральда и 8-летняя Амадам. Цитирую Еву Мендес. Когда мне было 40, для людей моя беременность была большим событием, но не для меня. А потом мне было 42, и я была беременна вторым ребенком. И люди говорят, о боже мой, ты будешь так уставать. Вот почему люди заводят детей в 20 лет, я подумала. Это самая жалкая, глупая вещь, которую я когда-либо слышала. В общем, по ее мнению, становиться матерью в 20 лет, ей лично, на ее взгляд, не стоило. И вот почему. Это требует больше терпения. В мои 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребенком. Я скверно словила и курила. Когда я повзрослела, я поняла, что готова стать матерью. Это было самое легкое решение, которое я когда-либо принимала. Я была старше и не знала, что пока мои дети будут маленькими, то, что бы я ни делала сейчас, это будет влиять на них всю оставшуюся жизнь. Ради своих детей, Ева Мендес, отказалась от актерской карьеры на какое-то время, может, навсегда. И вообще ни разу об этом не пожалела. У нее прекрасные дети, и вот она говорит, что всему свое время, у каждого свой час. Кто-то хочет в 20, но она считает, что ей в 20 нельзя было становиться матерью, и она стала именно тогда, когда посчитала нужным. Что скажете вы мне? София Вергара рассказала, почему не хотела иметь детей от своего бывшего мужа Джо Мангальелла. Потому что, по слухам, именно это и стало основной причиной их развода, помимо ее желания сконцентрироваться на своей карьере. Идею родить детей в этом браке нельзя было назвать правильным решением, по крайней мере, так утверждает София Вергара. Цитирую. В жизни есть вещи, которые могут показаться хорошими идеями, но это не так. Я уже была матерью. Я знаю, что значит быть хорошей матерью или стараться быть лучшей. Давать все, на что вы только способны. А это требует многих жертв, отнимает много энергии. Но после своего комментария, она еще, кстати, добавила, что уважает желание других женщин рожать детей после 50 лет, но считает, что это точно не ее путь. Видите, какие разные, абсолютно полярные мнения. Ева Мендес после 40, а вот София Вергара говорит, что нет, ни в коем случае. Еще одна цитата Софии Вергары. Я полностью уважаю желание стать мамой после 50, но из-за моей карьеры, моего образа жизни и того, каким был мой брак, я не думала, что было бы справедливо привести ребенка в этот мир, ведь я не смогу выложиться на 100%. Мой брак распался, потому что мой муж был моложе меня. Он хотел иметь детей, а я не хотела быть старой мамой. Я считаю, что это несправедливо по отношению к ребенку. Я уважаю тех, кто это делает, но это больше не для меня. У меня почти именно пауза. Это естественный ход вещей. София Вергара и Джон Мангель Йелло объявили о разводе после 7 лет брака в июле прошлого года. Самое главное, знаете, ребят, что каждый находит свой путь. Вот Ева Мендес решила после 40 рожать, в 40, да, плюс. А у Софии Вергара категорически говорит, нет, у меня уже есть ребенок, я это все проходила, поэтому не хочу быть старой мамой. Самое главное, чтобы все были счастливы. Вот, вот это вот истина. Дэниел Рэдклифф в интервью впервые прокомментировал свое отношение к Джоан Роулинг. И это все на фоне их конфликта. Если вы вдруг не знали, не так давно Джоан Роулинг заявила, что никогда не простит Рэдклиффа Эмму Уотсон за то, что они выступили против нее, когда ее начали травить. Рэдклифф говорит, что он уважает Джоан Роулинг. Цитирую. Очевидно, что Гарри Поттера не было бы без нее. И в моей жизни, возможно, ничего не сложилось бы так, как сейчас без этого человека. Но это не значит, что ты теперь на всю жизнь обязан кому-то при выборе собственных взглядов. Мне очень грустно из-за всей этой ситуации, поскольку я вспоминаю человека, с которым когда-то повстречался, время, которое мы провели вместе, книги, которые она написала и вселенную, которую она создала. Все это откликается во мне. Напомню, что конфликт между Дэниел Рэдклиффом и Эмой Уотсон с Джоан Роулинг возник после того, как Роулинг в 20-м году выпустила серию твиттов в твиттере, да, посты делала, которые вызвали шумиху в обществе и в прессе. Она прокомментировала статью, в которой использовала термин «люди с менструацией», за что ее обвинили в трансфобии и призвали отменить. Ходили слухи, что ее не позвали на съемки фильма Гарри Поттер 20 лет спустя «Возвращение в Хогвартс». Сама же она говорит, что приглашение было, но она его отклонила сама. В отличие от некоторых других актеров этой франшизы легендарной Гарри Поттер, включая Рэфа Файнса и Джейсона Айзека, Рэдклифф и Уотсон, раскритиковали тогда Джоан Роулинг. Рэдклифф заявил, что если это мнение Джоан Роулинг, то оно не совпадает с мнением всех, кто связан с франшизой Гарри Поттер, из-за этого у них теперь все, больше они не общаются. Хочу вас послушать, ребят, пишите, что думаете вы. Актриса Кристин Дэвис опубликовала в Инстаграме недавно фотографии после того, как удалила все филлеры из лица. Напомню, что ее за это часто критиковали, я бы даже сказал, жестко хейтили. Народ оценил сейчас и сказали, что выглядит она без фильтров прекрасно и даже на 10 лет моложе. Ранее в интервью Кристин Дэвис уже говорила, что решилась на вмешательство косметологов только потому, что постоянно сравнивала свою внешность с той, которая у нее была в молодости. В 22 году Кристин Дэвис говорила, что стареть на публике это большой стресс, это очень сложно. Она чувствовала бы себя хорошо и с большой легкостью, приняла бы себя, если бы не была известной. После того, как она попыталась сохранить молодость при помощи филлеров и косметологов, на нее налетели, затравили и она была в шоке, она даже много плакала. Люди, да, и правда жестокие, я бы точно никогда бы не стал оскорблять человека. Да, я могу посмотреть, я могу что-то про себя подумать, мне может это понравится или не понравится, это абсолютно нормально, но приходить на чью-то страницу и писать, какая ты там страшила или что-то подобное, уже я бы точно не стал бы этого делать. Считаю, что это неадекватно, особенно, когда ты проходишься по внешности человека. Мы никогда не знаем, какие могут быть у него проблемы или у нее, какие там комплексы, а мы можем взять и еще сверху навалить и только хуже сделать. Для чего? Не надо этого делать. Мадонна побила рекорд, она выступила перед публикой, почти там 2 миллиона, ну давайте так точно, говорят, где-то 1 миллион 600 тысяч человек. Это все было на ее концерте в Рио-де-Жанейро. И пишут, что якобы это был как это, благотворительный концерт, но немножечко все не так. Зал был, конечно, зал, пляж, там все было переполнено, я бы даже сказал, все Рио-де-Жанейро. Ну где-то там вот точно не могут сказать. Где-то 1,5-2,5 миллиона. Ну пусть будет 2 миллиона человек на одном концерте. Это было, по-моему, завершающее шоу в ее мировом турне Celebration. Ей заплатили, кстати, деньги, у нее гонорар. Есть, не переживайте, но для людей был концерт бесплатный. Я понимаю людей. А кто бы не пошел на бесплатный концерт Мадонны, ребят? Скажите, пожалуйста, если бы вы знали, что в вашем городе выступает Мадонна и за билет платить не нужно, вы бы пошли туда или нет. Честно признаюсь. Жан Рено теперь писатель. Он написал свой дебютный роман Эмма. Это история простой массажистки из французской провинции Британь. Однажды Эмма становится невольной участницей шпионской операции и ее размеренной жизни раз и навсегда приходит конец. Девушке придется отправиться в Султанат Аман, чтобы выполнить дело чрезвычайной важности. На французском языке книга появится уже 16 мая на прилавках. Ну, конечно, потом будет перевод, поэтому Жан Рено немножечко устал от кино и решил писать теперь книги. И пусть пишет. Самое главное, чтобы он был счастливый и доволен. На этом, пожалуй, основные новости на сегодня все. У нас, как всегда, будет рубрика Добра и поболтаем, не расходитесь. А перед тем, как перейдем к хорошему и прекрасному, я еще раз хочу сказать большое спасибо дякую каждому из вас за то, что вы со мной, за то, что вы пишете приятные вещи. Я вам искренне благодарен именно тем людям, которые ко мне хорошо расположены. Ну, или нейтрально. Про хейтеров ничего говорить не буду. Просто дякую. Я напоминаю, что любой желающий может при желании и возможности только так оформить спонсорскую подписку на мой канал. Я об этом говорю только по одной простой причине, потому что, если бы не война, я бы никогда об этом не говорил. Искренне говорю. Но, если вы хотите, вы можете меня поддержать и любым другим удобным для вас способом. И огромное спасибо всем спонсорам за то, что вы есть. Ну, а прямо сейчас врываемся в рубрику «Добра». Погнали! Шикарная история, как проходил спектакль. Это реально абсолютная история. Значит, играют актеры, и тут вдруг неизвестно откуда выходит вот эта вот красивая, пушистая актер или актриса. Я не знаю, но это не важно. Да, конечно, все люди переключили свой фокус внимания на этого котика. Но никто его не выгонял. Это актриса или актер прогулялся по сцене. Ему, естественно, похлопали, погладили, ну и дальше отправилась по своим делам. Вот так вот. Когда ты долго-долго учишь свою роль, а потом врывается вот это пушистое чудо, и весь фокус внимания уходит в его сторону. Потому что котики, собачки, все животные, они наше все. К обладателям самых стильных и пышных усов в дикой природе можно смело отнести императорских тамаринов. Встретить приматов этих, которые напоминают мудрецов таких старцев, можно в джунглях Южной Америки. Длина тела тамаринов около 25 сантиметров, а хвост около 35 сантиметров. Они объединяются в группы от 10 до 15 особей, где главной всегда является самая старшая самка. И только так. Воспитание детенышей в первую очередь занимаются самцы. Видите, как там интересно все. Они быстрее самок реагируют на тревожные сигналы. Отцы с рождения носят малышей на себе, отдают их матери только на время кормления. Императорских тамаринов назвали в честь императора Германской империи короля Пруссии Бельгельма Второго, у которого также были пышные усы. Вот так вот, ребята, немножечко вас просветил. Ну а в этой истории у нас невероятно гениальный хвостик, который и сыграет, и споет. Пока еще это немножечко сыровато получается, но я думаю он сейчас отточит мастерство и все мировые оперные сцены уже его ждут. Обожает играть на пианино и при этом еще и подпевать. Вы такое видели когда-нибудь? С ними не соскучишься. А здесь у нас мужчина соорудил огромную лего-будку для своего хвоста. Не представляю, конечно, сколько времени хозяин потратил на это все, но от такой новостройки собачка очень даже довольна. И это прекрасно. Чего только не сделаешь для наших любимых животных. Ну и напоследок вам вот такую сладкую парочку, которая уже улеглась спать. Я знаю, что многие и большинство меня смотрят вечером перед сном, поэтому вот вам еще немного милоты. Вот такие вот они разные, но снова нам демонстрируют, что нет ничего невозможного и можно любить и быть вместе несмотря ни на что. На этой замечательной и прекрасной ноте рубрика Добра на сегодня все, но мы еще поболтаем, не уходите. Так, во-первых, ребята, я напоминаю вам, что у меня там было три стрима в пятницу, в субботу и воскресенье. Возможно, вы их пропустили, посмотрите. Они очень разные, интересные, поэтому, ребят, смотрите стримы. Я, так знаете, только начинаю потихоньку разогреваться, прощупывать эту почву, если все пойдет хорошо, то я буду их чаще проводить и все будет классно, если вам действительно это все будет заходить. Я, конечно, понимаю, что у меня нет в экране, это немножко не то, но я стараюсь своим рупором, речевым аппаратом как-то это все заменить, то, что меня не видно. Ну и мою харизму, надеюсь, вы как-то чувствуете через экран, даже несмотря на то, что вы не можете меня пока что увидеть. Придет время, надеюсь, совсем скоро и все это изменится к лучшему. Я вам еще хочу рассказать про одного моего приятеля, честно, меня иногда они все-таки умеют удивлять, значит, недавно меня просто упил, вот серьезно. Оказывается, он не умеет себе подстригать ногти сам. Ну, вы знаете, взять ножницы обычно и дома в домашних условиях подстричь ногти. Для меня это было удивлением, если честно, потому что я не знаю, как это невозможно подстричь себе ногти. Думаю, как ты вообще живешь 32 года? Как ты дожил до этих лет? Я вам говорю, а кто их тебе подстригает? Говорит, ну, когда я был малой, там мама, да, там потом девушки, я говорю, а когда девушек нет, что ты делаешь? Говорит, ну, в салон иду, там вот мне подстригают, типа маникюр делают. Я говорю, слушай, ну это же дорого, ты лучше их грызи. Не можешь стричь грызи. Говорит, Женя, ты, конечно, умеешь гениальные идеи поддать, но я честно удивился. Ребят, я не ожидал, что люди, некоторые не могут подстричь себе ногти. Я в шоке был. Неужели это так сложно? Ну ладно. Ну и такое бывает. Удивил он меня. Кстати, ребят, на моем канале есть еще люди, кто тоже не могут сами себе подстричь ногти. Я ни в коем случае никого не буду там как-то шеймить, смеяться, но меня это просто позабавило историю. А вот мой сосед это вообще нечто. Мы, значит, вчера с ним поехали в одно место по делам и так далее. Сначала мы зашли, значит, в кафешку перекусить. Он поел, мы ушли, он забыл свой рюкзак, мы возвращались. Потом мы вышли из такси, я такой поворачиваю, говорю, а ты ничего не забыл там? Нет, ничего. Ты уверен, что ты ничего не забыл? Говорю, открой дверь, посмотри еще раз, пожалуйста. Открывает, там телефон валяется, думает, а ёбар, это СТ. Зашли в магазин, значит, заказ самообслуживания, терминал завис на нем. Он пошел к другому, у него телефон, не мог он разблокировать телефон. Думаю, боже, ходячая халэпа, боже, ты куда не пойдешь, что не начнешь делать, у тебя все летит с рук. Может быть, такой день был, я не знаю. Слушай, давай так, ты иди в одну сторону, я в другую, потому что мне немного страшно. Ты как этот, знаете, был такой фильм про какого-то, не помню. То ли Жерар Депардье, или Пиер Ришар, был вот такой фильм, то ли неудачники, то ли невезучие, или что-то такое. Вот он мне напомнил этого персонажа, вот все у него не так, куда не пойдет, все летит. Но слава богу, дошли, все сделали, и уже прекрасно. А еще вот, продолжая тему сегодня про жадность, про жабу и так далее, про зависть, то, что я говорил, хотел немножечко еще продолжить. Знаете, что я понял? Как же хорошо проявляются на моем канале люди-жабы, я их так называю. Почему я так говорю, я сейчас объясню. Но знаете, есть такое выражение, жаба давит, или жаба душит. Я думаю, вы все понимаете, о чем здесь речь идет. Каждый раз, когда я говорю про спонсоров, что-то, да, когда я, например, их представляю, что вот есть такие прекрасные люди, которые меня поддерживают. Я же это говорю не с целью кого-то унизить. Вот смотри, они меня поддерживают, а ты нет. Я прекрасно понимаю, что на моем канале есть огромное количество людей, которые хотели бы, да не могут по разным причинам. Я это прекрасно понимаю. И когда я говорю про спонсорство, я говорю и обращаюсь к тем людям, кто может это себе позволить. Если это, конечно, если, конечно, у них есть желание. Я же никого никогда не заставляю. Ну, этих просто выворачивает. Они начинают вылазить из своего чулана и писать мне вот эту вот всякую хрень. И я понял, ребят, их просто душит, давит жаба конкретно. И тут вообще я ничего не понимаю. Как на вас может это отражаться? Вот допустим, это бы странно было с моей стороны, если бы я там зашел на чей-то стрим, и там какой-то блогер говорит, там, донатьте мне. Кто-то присылает донат, и я такой пишу, ах ты, зараза, как ты посмел. Мне какое дело? Вот там вот какой-то человек, который смотрит этого блогера, захотел сделать ему приятно и поддержать, но мне какое дело? Нет, им есть, потому что они завистливые. Понимаете? Я не знаю, как они вообще живут, поэтому, ребята, не останавливайтесь, оформляйте спонсорские подписки, отправляйте мне донаты, я буду об этом говорить все чаще и больше, чтобы их там вообще всех, не знаю, разорвало на части, честное слово. Меня удивляют такие люди, я не хочу, чтобы на моем канале такие были, мне неприятны вот эти вот завистники, от которых, честно, хочется убежать куда-нибудь подальше. Вы шо, не в себе, что ли? Кошмар. Слава тебе Боже, что на моем канале большинство людей, такой, знаете, огромный процент все-таки думающих, адекватных и понимающих. Я прекрасно понимаю, что есть люди, особенно в Украине, как они меня будут поддерживать, хотя вы не поверите, но находятся даже люди в Украине, которые мне тоже поддерживают, оформляют спонсорство и донатят, и для меня это шок, для меня это шок, потому что вот на Украину я точно не рассчитывал, потому что я понимаю, в какой ситуации здесь живут люди, я сам здесь, и это просто восторг и уважение, спасибо, я каждому благодарен, и благодарен всем, кто это делает, неважно из какой там страны, я знаю, что многие бы хотели, но не могут, все нормально, все нормально, там кто-то прям пишет, у меня нет денег, да не надо, не надо оправдываться, ребят, я же когда об этом говорю, это же не то, что я там заставляю, принуждаю, вы же должны понимать, читайте между слов, это нормальная процедура любого блогера, я не думал, что мне, человеку, который сюда пришел, один из последних, понимаете, тысячу лет назад YouTube создали, уже этих стримеров, блогеров столько было, все уже знают эту систему донатов, но вот я пришел, через 200 лет, после того, как YouTube уже работает, и вдруг мне такую ерунду пишут, но мне нравится, мне нравится, я просто уже представляю эту картину, как их там колбасит, выворачивает во все стороны, поэтому, ребят, оформляйте спонсорские подписки, донатьте, и будет вам счастье, а если вы хотите, действительно, чтобы я почаще вел стримы, вы пишите об этом, и я буду это делать, потому что я не всегда понимаю, нужны они или нет, потому что как головой, как бы я понимаю, что, наверное, за то, что меня нет в кадре, это не особо интересно, но я стараюсь как-то сделать его интересным, разносторонним, насколько это возможно в сегодняшних реальных, поэтому пишите, пишите, и смотрите все те стримы, которые уже были. Все, всем спасибо, всех, у кого сегодня день рождения, всех, у кого сегодня именины, я поздравляю всей души с вашим днем, желаю вам крепкого здоровья, всем вам и вашим близким, всем, чтобы обязательно все ваши мечты сбывались, и не забывайте, что мечтать нужно каждый божий день, мечтайте, не отказывайте себе в этом, и пусть все ваши мечты сбываются, успехов вам по всем, хороших, приятных людей вам рядом, достойных вас, и, конечно, всем нам с вами мирного неба над головой, абсолютно всем, без исключений, а моим дорогим, любимым людям, которые ко мне хорошо относятся, вообще, вот просто я бы вас из всех обнял бы, мы обязательно когда-нибудь встретимся на каком-нибудь курорте, и так гульнем, так гульнем, о, це буде мероприятие, все, до завтра, мирного неба над головой, пока-пока.